Многие меня спрашивают, с чего начать свое развитие? Как вообще стать успешным мужчиной и получить желаемые результаты? У всех ведь есть свои цели, свои задачи, желания, хотелки. И многие люди тратят огромное количество времени и ничего не получают. Есть очень такие базовые, простые вещи, которые помогают во всех начинаниях, которые уже создают фундамент успеха в будущем для мужчины и не только. И сегодня хотелось бы поговорить еще раз, но конкретно и наглядно, о трезвости. Важность трезвого и здорового образа жизни для мужчины. И снова Роман Винилов. Трезвый и бодрый духом, здоровый и обеспеченный всем. И сегодня хотелось бы рассказать, почему все больше и больше людей отказываются от алкоголя и сигарет и прочих наркотиков. Я это сам вижу своими глазами. Как меняется наше общество. И оно меняется не потому, что этого кто-то хочет или для этого есть какие-то условия. Наоборот, мы идем против, против нашего главного врага, всех этих алкогольных, табачных мафий, которые не заинтересованы в нашем развитии, которым не нужны крепкие семьи, которые не хотят, чтобы мы были успешны, обеспечены, счастливы и здоровы. И вот наглядный пример, почему люди отказываются от всего этого вредного. Они смотрят, а что сделали вообще великие люди. Они смотрят на нашу с вами историю, историю нашего мира. Что же там происходило, что это были за люди, что они создали и почему. И кто-то употреблял, кто-то был трезвенник. Что же сделали все эти люди и чего они достигли. Давайте посмотрим на реальные факты. Опьянение. Есть добровольное сумасшествие. Аристотель. Вино мстит пьяницы. Леонардо да Винчи. Вино скотинет и зверит человека. Ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей. Тупит его. Достоевский. Не пейте спиртных напитков, пьющим яд, окружающим пытка. Маяковский. Люди боятся холеры, но вино гораздо опаснее ее. Анаре де Бальзак. Алкоголизм. Это порождение варварства. Джек Лондон. Водка белая, но красит нос и чернит репутацию. Антон Чехов. От пива становятся ленивыми, глупыми и бессильными. Бисмарк. От вина гибнет красота. Вином сокращается молодость. Гораций. Редкий вор и убийца совершает свое дело трезвым. Лев Толстой. И цивилизованные люди в пьяном виде теряют облик и подобие человеческое. Жуль Верн. Пьянство. Причина слабости и болезненности детей. Гиппократ. Всякий пьяный шкипер уповает на провидение. Но провидение порой направляет корабли пьяных шкиперов на скалы. Джордж Бернард Шоу. Алкоголь. Вполне надежное средство, когда требуется поубавить ума. Данилевский. Государь, жадный к вину и водке, не может произвести великих дел, мысли и великих учреждений. Чингисхан. Трезвость кладет дрова в печку, мясо в кастрюлю, хлеб на стол, кредит государству, деньги в кошелек, силу в тело, одежду на спину, ум в голову, довольство в семью. Бенджамин Франклин. Семь вещей, от которых я отказался много лет назад и от которых рекомендую отказаться всем, кто занимается созиданием. Алкоголь, мясо животных, никотин, наркотики, любые продукты фармацевтики, кофе, энергетики, фастфуд, сахар, газировку, чай, телевидение и его аналоги. Павел Дуров. Основатель социальной сети ВКонтакте и самого безопасного и надежного мессенджера Телеграм. Все эти люди отказались от алкоголя и стали успешны. Далее еще пример. Наш любимый дедушка Ленин. Трезвенник Ленин, который после того, как создал СССР из разваленной предателями империи, не отменял сухой закон до своей самой смерти, после которой уже через 4 года потребление водки выросло в 50 раз. 50 раз, Карл! О, нет, нет! Нет! Отрезвенник Гитлер создал мощнейший Третий Рейх из оккупированной и разоренной Германии. Захватил ею всю Европу. И его принцип «Славянам никакой гигиены, только табак и алкоголь, а также развлекательные телерадиопередачи» процветает до сих пор. Вместе с ними алкаш и пьяница Черчилль растерял влияние, мощь Британской империи, вместе с тем допустив влияние СССР аж до самого Берлина. В США же, следуя примеру дедушке Ленину, ввели сухой закон вопреки вето президента Вудра Вильсона, который создал для банкиров ФРС. Самое интересное, что три сухих закона США, Российской империи и Советского Союза имели одинаковые последствия. И чтобы не быть голословным, я озвучу эти последствия цитатами. В течение нескольких лет арестов заключенных в преступности становится в четыре раза меньше. Психиатрические больницы пустеют, нравственность, благосостояние, семейные устои, гигиена народа укрепляются. Пропадают проблемы в отношениях, резко уменьшается число отравлений алкоголем, пожаров, травм и катастроф. На улицах становится безопасно, на треть снижается смертность мужчин. Бывшие алкозаводы быстро начинают выпускать полезные продукты и товары. Народ же объединяется и требует закрепить трезвость как можно глубже в законах. В США во время сухого закона власти штата Канзас погасили свою задолженность и публично сожгли долговые векселя. Банкиры были в ужасе, в массовом отказе от кредитов и всячески развивали коррупцию, покрывая в органах власти организованную преступность, контрабанду алкоголя, самогоноварения и притоны. Банки начали выдавать кредиты под покупку акций, а потом резко потребовали вернуть все кредиты, начав Великую депрессию и голод в США. Да, тот самый голод. Кстати, отказались принимать платежи золотом у Советского Союза, тоже вызвав голод, но это уже совсем другая история. Одновременно в Голливуде активно начали добавлять фильмы, мультфильмы, спектакли, книги, положительные сцены употребления алкоголя и прочих наркотиков. Банкиры ударили и по Советскому Союзу в то время, когда Горбачев вел сухой закон. Цена на нефть упала очень сильно и это нанесло нам мощнейший ущерб. Сегодня мы с вами выяснили, что отказ от алкоголя поддерживается всеми величайшими умами. И это способствует только положительным изменениям в обществе, в стране, во всем мире. Но власть капитала, она всегда пытается этому помешать и создать нам проблемы. И мы это уже прекрасно понимаем. Кстати, очень интересный факт. Треть бюджета Советского Союза и Российской империи составляли деньги от продажи алкогольной и табачной продукции. Сегодня в нашей современной России, Российской Федерации, всего лишь 3% идут в бюджет от продажи всех этих наркотических веществ. Алкоголя, сигарет, табака и прочих нехороших средств. Так вот, если мы все с вами откажемся, бросим пить, курить, наш бюджет вообще никак не пострадает и будут только положительные изменения в нашем обществе. А каждый россиянин сегодня в бюджет приносит всего лишь 100 рублей с каждого акциза. И это меньше чем 5% на поддержание пенсии для населения. Это мизерные деньги. Поэтому правильно было бы убрать весь алкоголь из нашей жизни и все сопутствующее. Это будет самое верное решение на сегодня. Если ты со мной согласен и тебе видятся правильными эти идеи здорового образа жизни, трезвости, отказа от всего этого ужасного и вредного, то ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал, пиши в комментариях свое мнение, свой опыт по этим вопросам. И самое главное, распространяй всем видео, пускай все люди посмотрят и поймут, что реально у них сегодня есть выбор. Каждый человек разумен и он сам решает, употреблять или не употреблять. От употребления одни проблемы, нет никаких плюсов вообще. От неупотребления и отказа есть масса плюсов и никакого вреда. Сделай правильный выбор. Если есть желание узнать еще больше информации по теме алкогольной зависимости и того вообще, что будет при отказе от алкоголя и сигарет, как может улучшиться здоровье, самочувствие, потенция, сон, здоровье в целом, любые другие аспекты всех этих тем, то ставь лайк, распространяй видео. Если видео наберет 100 лайков, то я обязательно сниму еще одно видео по этой теме и дам самую полезную и ценную информацию во благо будущего нашего населения, наших народов, нашей страны. Это очень важные вещи, которые нужно знать сегодня каждому с самых юных лет и до самых последних лет любого возраста. До встречи в новых видео. Пока-пока. Вот козлина ты наглый, я же тебе даю. Ты сожрался, а? Вообще, вообще, они наглые, тут просто закармливай. Не, не, это вот так не пойдет дело, ребят.